Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередной мукбанг. Сегодня у нас с вами будут чебуреки. Вот такая вот красота. Вообще, я изначально взяла слишком много, здесь 15 штук. Просто дело в том, что я снимала видео для своего кулинарного канала iCook. Если вам тоже интересно, как я приготовила вот такие вот чебуреки, то обязательно переходите по ссылке в инфобоксе на мой кулинарный канал, там есть рецепт. Я уверена, что вам понравится. Так, начнем. От начала хочу отметить тот момент, что, скорее всего, все 15 штук мне не удастся съесть. Но я съем столько, сколько смогу. Куда бы это. Как всегда, мои соусы. Ну, куда же без этого. Так. Берем чебурек. Макаем. Как же это вкусно. Я не знаю, это настолько вкусно. Ну, потому что я сама это приготовила. Или просто реально рецепт какой-то хороший. Ну, очень вкусно. В позапрошлом видео я попросила вас задать вопросы. Обычно вы задаете их мне в инстаграме, но в этот раз я попросила задать в ютубе, потому что очень часто вы мне пишете, что у кого-то, например, нету инстаграма. Поэтому в этот раз вопросы будут из ютуба. И причем в этот раз были очень интересные вопросы, которых до этого не было. Поэтому давайте приступим. Вот здесь очень интересный один вопрос. Мне очень понравился. Что бы ты делал, если бы у тебя было два ребенка, муж не хотел работать, и еще бы вы жили на съемной квартире. Начать хочу с того момента, что одно дело муж не может найти работу, пытается там что-то, а другое дело не хочет. Сидит дома и ничем не занимается. Вот легко обвинять кого-то, а на самом деле нужно прежде всего обратить внимание на свои ошибки. Вот если мужчина не особо работящий, зачем от него рожать два ребенка? Ну, если все-таки уже так получилось, что бы я сделала в сложившейся ситуации? Я бы развелась, подала бы на алименты. Если я не могу заставить его работать, пусть судебные приставы. Вообще, я считаю, что мужчина должен работать. Если он ничем не увлекается, ничего не хочет делать, то нести на своей шее такой груз, я считаю, это нецелесообразно, это вообще не нужно. Да зачем вам просто? Полно нормальных мужчин. Если у вас вот такая вот ситуация, одно дело, знаете, мужчина хочет работать, но у него что-то, например, не получается. Не знаю, по специальности не может работу найти. он вам не изменяет, то есть хорошо с вами общается. Одно дело так, а другое дело, человек не хочет работать. Зачем вам на всю жизнь такой груз? Зачем? Я бы поступила так. Любая ситуация всегда кажется безвыходной до поры до времени. Ну и вообще лозунг по жизни, это не всегда так будет. То есть сейчас, например, у тебя все хорошо, может быть, завтра будет хуже. Или сейчас у вас в жизни все плохо, но пройдет время и все наладится. Следующий вопрос. Если бы моя подруга была бы категорически против моего парня, что бы я сделала? Как бы я себя повела? Если мне подруга, например, ставит ультиматум и так далее. Вообще я считаю, что мои подруги, они никогда мне не посоветуют ничего плохого. То есть, может быть, у меня в тот момент будут влюбленные глаза, и я что-то не буду видеть, а, например, моя подруга это видит и не дает мне сделать ошибку. Я бы не стала своей подруге указывать на дверь и говорить, слушай, это вообще не твое дело, это моя жизнь, я сама разберусь. Я бы выслушала, почему она конкретно против него. Какие аргументы? Может быть, она в чем-то и права. Может, мне стоит задуматься и так далее. Мне, слава богу, очень повезло с подругами. Опять же, все зависит от ваших подруг. То есть, есть люди, которые действительно всегда рады вашим победам, никогда не хотят, чтобы у вас в жизни были какие-то проблемы. Подруги, может, даже и советуют что-то, чисто из-за того, что у вас было все хорошо. Чтобы потом ты не приходила и не плакалась к ней. Айка, у тебя были серьезные конфликты в школе с парнями? У нас в школе был один мальчик. Я перешла в новую школу. И, видимо, я ему понравилась. Я не знаю, что. И он постоянно прятал мою сумку. Чтобы добиться девушку, зачем прятать ее сумку? Нет, реально, это очень было тупо. Он сам тоже был очень тупой. Вот прям, знаешь, знаете, войдите вот такое. То есть, мы были вроде уже не дети. Я была в 11 классе, в 11. И прятать мою сумку, чтобы я спросила у него, где моя сумка. Это просто было издевательство. Вообще, ненавижу свою школу. Рада, что она закончилась. Слава богу. Третий пошел. Они очень сытные, ребят. Все съесть точно не получится. Ну, вот точно. Если была бы возможность полететь в космос, с кем бы ты полетела? На самом деле, я последнее время, именно последнее время, знаете, очень против риска. Причем любого. Раньше, например, у меня была мечта прыгнуть с парашюта. Представляете? Прыгнуть с парашюта. Знаете, какие-то экстремальные мечты. А сейчас все наоборот. Я не знаю, может, я старею просто. Но когда я перехожу дорогу, где-то в 20 метрах подземный переход, я обязательно дойду до туда и перейду через подземный переход. Мне даже мама ржет надо мной, что как ты сильно себя любишь. Что вы будете делать без меня? То есть, я предпочитаю последнее время избегать любой риск просто. А зачем? А зачем? Вот зачем? Проблемно свою голову искать? И советую всем так делать. Я не говорю, нет, в моей жизни ничего такого не произойдет. Я остерегаюсь всего, но все же. Есть такая пословица или поговорка «Береженого Бог бережет». Это прям мой лозунг до последнего времени. Поэтому в космос я бы ни с кем бы не слетала. Зачем? Мне и на Земле хорошо. Не, ну, чебуреки очень вкусные. Ирина Смайл задает вопрос «Были ли у тебя вещи и сны?» Я, знаете, ту данную ситуацию вспомнила. В общем, мне снится сон. Обычно в Азербайджане не бывает снега, кто не знает. Мне приснился мой знакомый Вот такой очень странный сон, который я прям запомнила на всю жизнь, на всю жизнь. Вот как сейчас помню. Прям перед глазами. Я увидела, что мы стоим с ним на балконе. Просто знакомый. И он что-то нарезал мясо. Я смотрю, типа, с балкона. И вдруг начался снег. Причем, знаете, такими хлопьями, прям огромными хлопьями. Снег. Я такая, смотри, говорю, снег начался. Убоку же не бывает. Давай пойдем пофоткаемся. А он такой, нет, успокойся, сядь. И сидели мы там и смотрели на этот снег падающий. Потом, где-то через 4 дня, он умер. Да. Очень странный сон был. Он утонул, к сожалению. Пусть земля ему будет пухом. Может быть, это никак не связано. Но странно, что я именно его увидела во сне. Потому что мы никогда не были близкими, знаете, друзьями или что-то больше. Просто странно было, что я его увидела во сне. И вот такое произошло. Причем я этот сон видела прям перед тем, как проснуться. Обычно говорят, вот, мы видим во сне то, о чем мы думаем вечером. Но я об этом человеке вообще не думала. И очень странно, что я его видела во сне. Сразу посмотрела в соннике. И казалось, что мясо это плохой знак. Не знаешь, верить или не верить. Потому что в одном соннике написано, что это классный сон. Ура, радуйся. В другом соннике написано, что нет. Поэтому даже не знаешь, как реагировать на самом деле. Я наелась. Вот, соус у меня тоже закончился. Но вот эту вот всю гору съесть я просто не смогу. Это очень много. Я съела штуки 4. Может 5. Не считала. Я очень надеюсь, что это видео вам понравится. Если это было так, то ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Может быть для вас эта мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока.